итак всем привет продолжаем не продолжаем создавать игру по руководству так так и разбираем дефолт 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 вот так так прошлый раз мы сделали два шага из руководства вот так вот а я думал сделаем больше ну да ладно сейчас мы приступим к третьему шагу и в третьем шаге написано делаем движение вот движение нашей земли ну движение что нам надо сделать нам надо правой кнопкой в мэйн фолдер вот она сделать вот так вот нажать правой кнопкой и добавить новый скрипт ого много блин тут всего на самом деле если много этого всего если все на работает без глюков то можно можно что-то прикольное создать вот надеюсь вы это сделаете а не так как я только по руководству так давайте добавим говорят добавьте скрипт добавляем скрипт и назовем назовем его ground скрипт писать не надо здесь расширение уже добавляется нажимаем ok и так теперь сделали и говорят удалите вот это все что здесь было ну как говорят на забудьте все чему вас учили в институте так удалите и вставьте следующий текст вот вот этот вот этот скрипт вставки так ну что мы сразу здесь видим вот уже есть наши кусочки до которые мы создавали ground 0 1 2 и 6 и так далее вот это те ресурсы которые мы добавляли дальше есть когда функции need speed speed скорость в пикселях и апдейт что такое апдейт получаем позицию если меньше чем 228 то какие-то вычисления что-то мы короче смещаем куда хорошо так 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 но в руководстве там принципе есть небольшое описание чего-то такое но функции need это инициализация нашего какого-то наших игровых объектов вот ну апдейт апдейт но я думаю и так вам всем понятно что такое апдейт обновляется каждый раз на игровом тике а вот или когда отрисовывается кадр вот так будет точнее так вот написано что обычно это 60 кадров в секунду вот то есть здесь fps ограничены обычно 60 кадрами то есть не больше конечно же может быть меньше если слабенький компьютер но не больше вот 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 и в данном случае мы тут просто 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 заставляем смещать как бы эти спрайты вот я теперь понял для чего где у нас тут для чего вот на половинку у нас выходит вот этого добра потому что когда мы будем смещать то нужно чем-то заполнять вот этот краешек да но если мы будем влево их смещать вот эту землю то вот этот краешек тоже нужно чем-то заполнять вот как раз вот этой половинкой но заполняться и будет и соответственно будет эффект такой на непрерывно движущейся земли вот так ну теперь теперь нам надо надо но я думаю если мы запустим то ничего не получится мы еще ничего не увидим потому что мы 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 вот этот скрипт вроде как нигде еще не привязали вот ну давайте соберу вот ничего не двигается все верно знаешь нужно где-то привязать этот скрипт вот этот ground скрипт к нашей основной программе так и что нам для этого надо сделать нам надо сделать правой кнопкой на самой главной коллекции но самое главное вот main правой кнопкой и добавить добавить game object окей вот он добавился и чё и чё и чё и чё ну сделали хорошо установить айди вот это вот контроллер контроллер установил дальше правой кнопкой add component from file add ну from file нету есть просто add component файл а здесь нам и так его надо выбрать ground скрипт есть выбрал контроллер ну ладно так и теперь говорят запустите эту игру нажимаем контроль b и чё и ничего не происходит ха 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 короче разобрался да вот здесь надо было еще смотреть на вот это вот error какой-то скрипт фишка в том что что в чем же фишка блин а в том что вот здесь я использую ground 0 1 0 1 2 3 4 и так далее а вот здесь когда я добавил она добавилась как бы отдельной группой вот соответственно не может найти этих файлов я сделал вот так вот я по вытягивал их сюда вверх чтобы они как бы в одном были она в одной директории скажем так вот 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 и все заработало соответственно лучше конечно же просто поменять имена вот там вот я думаю вы с этим спокойно справитесь вот но я с этим не справилась нет времени экспериментировать вот итак мы видим внизу у нас идет движение земли дата ну вот но я так понимаю это просто будет круто бежать вот и типа как sonic игра может кто-то знает когда он бежит как бы постоянно без остановки либо вправо либо влево бежит и вот это все внизу там анимация эффект перемещение короче вот и так сделали а следующим этапом шаг 4 шаги 4 мы создаем героя а вот то есть характеристики его и для этого нам нужно нужно как это спайн модел коллижен модел и скрип до коллижен модел это модель там столкновений вот и что нам нужно сделать ну первым делом говорят создайте новую директорию где вот здесь ну давайте здесь new folder и назовем эту директорию hero герой есть сделали дальше 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 так дальше нам надо создать картинки это мы будем первым делом нам надо добавить новый атлас файл до елки по атлас вот и назвать его hero hero это я так понимаю мы бум из чего будет состоять герой из картинок там модели какие-то спрайтов вот следующим делом нам надо создать под директорию с названием и маджи картинки и маджи есть вот и теперь нам нужно это все переместить вот у нас есть картинки ну давайте я это все ого шифтом выделяется это хорошо и попробую сюда переместить есть переместил но как бы в руководстве написано можно непосредственно как бы альтабнуться файловый менеджер и оттуда перетянуть прямо сюда вот но я так не делал дальше дальше картинки мы перетянули теперь нам надо открыть наш hero атлас и то есть непосредственно файлик который отвечает за нашего героя и и и и и и и добавить картинки луки и чё говорит правой кнопкой добавить и маджи и говорит выбрать все картинки hero ну давайте выберем все которые хорошо что здесь отсортированная 6 зажимаю вот все что касается героя я вот вроде выбрал окей 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 добавили дальше я сохранил чё нам надо сделать дальше атлас файл ее сохранил и а если классно опять сюда давайте уменьшим 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 вот это а вот она а так зажимать эту блин среднюю кнопку мыши и двигать болин вот я зажимаю и могу перемещать да а скроллом увеличивать и вот добавили все картинки вот из чего состоит наш герой из каких-то кусков разбросала героя конечно же так теперь говорят нам надо импортировать спайн анимацию вот и для этого надо импортнуть вот этот вот джейсон файл а джейсон файл я так понимаю содержит информацию о анимации ладно перетягиваем в папочку hero этот hero джейсон дальше нам надо кликнуть правой кнопкой на этой папочке и добавить добавить спайн сцена вот она спайн сцена как ее назвать ну так и назвать hero hero окей и чо сделал а дальше 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 установить спайн джейсон свойства а вот смотрите красненьким подрисовано что у нас что-то не завершено и выбрать и выбираю я hero джейсон а тут чем а здесь надо атлас файл ну понятно и судя по всему hero атлас надо сделать есть сэмпл рэйт сэмпл рэйт это как поймаю сколько кадров за секунду лечо или типа 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 итераций наверное вот так и теперь но в этом и установили вот мы выбрали ну здесь что-то ничего не нарисовано а это чё а он может в лево и вправо оказывается двигаться ладно здесь вроде бы ничего нет ни работы ну да ладно пойдем дальше и так собрать собрать игру ну давай соберем build собрали но все работает как и работала так дальше нам надо создать построить игровой объект для этого нам надо правой кнопкой на hero сделать new game object вот game object но в руководстве файл написано но файла здесь нет я так понимаю просто происходит обновление программы соответственно руководство может где-то устаревать и так нам нужно сделать game object файл о о о о о о о о как мы его назовем hero так и назову hero окей вот он открылся тоже ничего нету ладно так теперь говорят надо добавить спайна модуль добавляю ну тут я уже понимаю что вот это надо выбрать hero есть так теперь надо установить свойства свойства а айди айди установлена спайн моделл сцена установлена дефолт анимэйшен о дефолт анимэйшен ран 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 вот так вот скин нету blend мод альфа но здесь все по умолчанию так а чё это у нас за ран райт это я так понимаю а вот вот нет не вот райт фиг его знает это где-то походу описано описано может быть в джейсоне это описано вот и скин и слот давайте давайте быстренько гляну блин одеток чтобы был так вот наш ран райк так давайте контроль f работает походу нет а как найти ран райт дидай армрут лэга фол айду наверное здесь все таки где то есть этот ран райт потому что как она а вот есть да это все в джейсоне все для чего я вот это все искал чтобы примерно понимать да то есть вот эти вот анимации они у нас описаны джейсоне задаются чё как и и когда да вот и вот мы выбрали дальше дальше нам надо физическую модель или модель столкновений сделать что нам для этого надо сделать нам 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 надо я так понимаю добавить коллижен объект для вот этого hero game объекта вот но давайте добавим коллижен объект есть сделали и дальше правой кнопкой на этом компоненте и добавить add shape и shape это у нас бокс говорят выберите бокс ну как я говорил да когда-то в каких-то своих лекциях видео что зачастую игровые объекты вокруг них рисуется либо сфера либо прямоугольник либо квадрат либо ну какая-то простая геометрическая фигура для того чтобы легко можно было обнаружить столкновение этих объектов но в данном случае здесь это не исключение здесь наша жаба мы видели это жаба разорванная на части вот она будет обернута в квадрат так хорошо мы добавить 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 добавили она туда говорит надо два добавить и сферу и и бокс ну хорошо ну блин давайте из и сферой бокс есть дальше нам нужно мутуз где-то сцену где сцена что-то я уже запутался так как кликнуть на этом и или тут кликнуть так сейчас я найду и продолжу ё-моё блин ну и сейчас заново сделал дело в том что здесь было отдаление и я не видел вот то есть будьте внимательны вот наша жаба а вот созданная создана из тех кусков но это описано это прямо в этом джейсоне но была отдалена камера и просто не видел теперь просто все проще нам добавить бокс и добавить чё там сферу вот полина теперь надо вот этого чувачка переместить как его перемещать как нам этот объект переместить позиции x давайте если 100 установлю нет 0 ну а муфту какую-то использовать подождите может этого вот это ну или вот это она двигать мышкой как-то я здесь вообще не могу эти объекты я могу а двигать саму сцену но сам объект почему-то ухты что я сделал я что-то а вот ладно сейчас разберусь ну короче только с помощью шифта вот зажимаю shift и могу двигать так давайте квадрат квадрат вот он у нас я так понимаю надо просто нашу эту жабу жабу поместить в центр до квадрата но давайте нашу сферу возьмем диаметр поставим 50 мало 70 мало 80 вот 80 пойдет и теперь квадрат я сейчас вы надеюсь я все делаю правильно давайте 40 40 здесь тогда давайте 80 80 ну вот пойдет короче вот наверное вот так вот и теперь надо этот коллижен объект как-то пометить что это написано кинематик дин вот это наверное да кинематик а вот смотрите здесь есть трение и restriction блин что-то знакомая ладно так установили теперь восстановить свойства группы как как и так как хиро где-то свойства группы а вот-вот наверно хируу так хируу а по час и длительно она красным было потому что потому что было непонятно к к чему применять вот а теперь восстановить хиро что такое хируу хируу я так понимаю ну бубубу наверное наверное выбирается какой-то один из этих файлов да но лучше лучше а может быть как директория выбирается в которой весь набор файлов ну короче установили хируу для того чтобы не было проблем это поймаем проще всего создавать объекты игровые и все вот эти файлики нужные называть одинаково вот хиро 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 просто разное расширение файл вот сделали так mask property вот здесь говорят mask property выставить в другую группу какую написано геометрия ну ки-о-м-е-три и чё такой группы мы не мы не создавали ну да ладно хуже не стало вот так ну да там написано геометрия группы нету но но так надо так 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 кстати на картиночке нарисовано что вот эту всю ерунду надо делать не так надо делать эй как мне сместить блин 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 вот это может быть да так контроль я хочу сдвинуть этот наш круг как мне его сдвинуть я чуть-чуть неправильно просто все разместил вот он вот shift зажимаю shift вверх не работает хорошо фишка в чем здесь на картиночке в туторе или квадратом очерчена вот эта вот область округом голова соответственно я сейчас это и сделаю но делать я это буду скорее всего вот меняя вот здесь координаты потому что у меня на самом деле почему то не получается у меня не получается сместить этот объект но мышка его захватить и сместить вот я пытаюсь а у меня у меня ничего не болеет что ладно сейчас это все сделаю как нарисовано в туториале и продолжим короче у меня получилось что-то типа такого так квадрат описывает вот эту часть а круг голову ну круг можно было бы наверно еще чуть-чуть уменьшить давайте 48 радиус вот вот так вот да так выберем наш игровой объект вот в принципе мы нашу черепаху всю очертили ну тут можно еще поиграться конечно высоту можно еще уменьшить потому что здесь лишнее ну блин это не та игра где надо такая точность и так это мы сделали теперь нам нужно создать hero скрипт ну чё нам надо сделать я думаю уже понятно вот здесь правой кнопкой и добавить 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 скрипт вот что я делаю скрипта не спрайт новый мы новый но где тут скрипт скрипт вот и назвать его hero все называем hero не выделываемся и все так и теперь 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 нам надо вставить так ну первым делом я ставлю тот скрипт который у нас находится в туториале вот так контроль c контроль в что мы тут можем увидеть какая-то гравитация минус 20 скоростью в пикселях до take of дальше инициализация что-то там final update это понятно это на каждом этом у нас идет обновление это определение так понимаю столкновение хендал геометрии контакт вот какое-то сообщение и прыжок делаем прыжок прерываем он input он input action press какой-то какой action релиз что за action ладно так скрипт мы добавили теперь что нам надо сделать дальше нам надо добавить этот скрипт но когда этот скрипт привязать так значит она надо на выбрать наш hero object вот он hero object и добавить компонент from файл вот компонент from файл его hero скрипт есть сделали сделали вроде бы айди хироу патч есть ну и чуть-чуть можно 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 ну и написано если вы хотите вы можете добавить нашего вот это нашу эту жабу уже в этот ну на игровую на сцену ну давайте попробуем добавить 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 dd collection не нам наверно не collection нам наверно dd game object файл до еда есть герой вот он ну давайте запустим блин контроль b что-то я здесь не вижу нашего героя окей давайте поставим ему ему координаты если бы еще узнать как двигать этого но я думаю это не сложно надо прочитать просто документации но это порой сложнее чем что-то написать ну так бывает так давайте координаты 20 не давайте координаты тоже стоп вот наш будет герой ну-ка о блин есть есть я увидел краем глаза он упал давайте координаты поставлю 300 вот а позицию тоже 300 сейчас смотрим где-то в эту часть экрана по идее должен быть герой да он у нас по и вот он но он упал он упал блин ну упал короче упал и упал так почему он упал потому что он он не столкнулся с нашей землей вот ну да ладно так давайте еще уже этот шаг закончим тут говорится в руководстве что надо еще отредактировать такую штуку как джамп и тачно то есть кого клавиши нажать и клавиши нам нужно открыть input то есть это то что отвечает за данные которые в ходе заданного тут много инпута кей маус геймпад touch touch это я так понимаю для всяких смартфонов ладно нам надо добавить кейк клавишек а хочу сразу кейс пейс добавил наверно по умолчанию и установить акцию а как акционы но так и джамп и написать хорошо хорошо дальше добавить дальше добавить тач триггер фу мульти тач тач триггер тач мульти и назвать тач хорошо вот так вот вот и сохранить файл хорошо а мы здесь назвали джамп а здесь тачи все давайте перейдем в наш скриптик игрока вот он хиро вот он и вот здесь вот здесь вот я это и вижу да вот джамп если у нас экшена иди джамп или тач значит если было она же так ловишь и значит прыгнуть иначе ну не прыгнуть да там эмборд джамп завершить ладно давайте попробуем запустить и и сразу начать прыгать контроль б давай что там не прыгает нифига странно по идее должен был прыгать по идее так ну да ладно ну да ладно продолжим в следующий раз поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся ну и все такое всем пока